Персонально Ваш Вы хотели спросить, насколько в Европе, на Ваш взгляд, действительно расслабленный аэропорт, в смысле, на вход. Не там, где уже досмотр пассажиров, которые вылетают, а именно на вход. Ну, Ир, Вы знаете, вот такого, как в России, рамок я ни в Европе, ни в Америке не видел. Если это считать, что это расслабленное, ну, наверное, да, но, в общем, как-то нет ощущения расслабленности. Ну, поэтому, Вы знаете, вот как, вот это они сами все сделали, расслабились. Мне кажется, в этом отношении нельзя не обратить внимание на заявление пресс-секретаря Российского МИДа, абсолютно бесчеловечное, да? Ну, она говорит о безопасности в рапорте, да? Она говорит о том, сами напросились, вот сами напросились, сами поощряйте террористов. Я бы, честно говоря, хотел бы услышать реакцию Российского МИДа, когда там на какой-нибудь теракт американский госдеп, да, или госпожа Магериня отреагирует таким же образом. Представляете, как они завьются до потолка? Давайте мы сейчас, я прошу прощения, проведем точную цитату Марии Захаровой. Она вырвана из контекста в том смысле, что там было больше заявлений, но вот то, о чем Вы говорите, звучит так. Нельзя поддерживать террористов в одних частях планеты и думать, что они не придут в другие. Это цитата по комсомольски. Вот, 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 вот именно эту цитату я бы хотел услышать из уст завтра, например, да, после какого-нибудь взрыва в России. У нас там частых взрывов много, просто в Дагестане вообще не говорят. Да, и вот представьте, завтра там взрыв в Дагестане, и господин Кире, приезжая в Кремль, вот, господину Путину говорит вот именно эту фразу. Представляете, до какого этажа своего высотного здания взовьется Мария Захарова? Ну, просто вот, все-таки есть какие-то пределы, да, не знаю, это даже человеческое просто, почему, это даже не дипломат, да, это вообще вот, знаете, такой распоязывшийся подонок может так себя вести. Вот, поэтому разговор о том, расслаблены они в аэропортах, не расслаблены, то у нас тоже расслаблены. В наш аэропорт, ну, уже сколько раз проводились эти эксперименты, можно пронести все, что угодно, и все эти рамки, которые там стоят, кроме толкотни и, не знаю, там, геморроя для пассажиров, ничего не доставляют. Ну, не знаю, я же, я действительно часто летаю, иногда настроят рамку так, что она, не знаю, там, на таблетку реагирует, да, вот лежит в кармане таблетки, вот, пока ты ее там не достанешь, или, знаете, на молнии, зимняя курточка на молнии, вот она начинает на нее реагировать, и ты уже все с себя снял, да, она все пищит и пищит. Не знаю, там, 20 минут не может эту рамку пройти. Ну, разве это имеет какое-то отношение к безопасности? Это так, галочку поставить. Я, кстати, хотел бы немножко в защиту российской стороны сказать, и Владимир Путин, и Марсобянин все-таки сегодня выразили соболезнования в связи с произошедшим в Брюсселе, так что есть и другая реакция, не такая. Ну, слава богу, Яков, слава богу, что есть и другие. Ну, да, я хотел спросить, вот то, что мы наблюдаем сейчас в Брюсселе, то, что мы видели осенью в Париже, это получается, что мы уже сталкиваемся с какой-то новой генерацией, новым поколением терроризма, который, что-то, проникает во все щели поры, и который очень трудно обнаружить, ну, скажем, теми методами, которыми действовали лет 20-25 назад. Яков, а почему вы считаете, что мы так сейчас с ними сталкиваемся? Не знаю, а взрывы в лондонском метро, а взрывы на железной дороге в Испании, а предотвращенные теракты? Слушайте, а многочисленные взрывы в Москве? Ну, что же самое? Говорят про 21 век. Ну, подождите, мы это в конце 20-го уже все видели, да, по полной программе. Ну, да, последние 20 лет, наверное, так происходят вот эти вот террористические акты. Они стоят гораздо дешевле, да, их организовать гораздо проще, и просто несопоставимые затраты на, как сказать, меры их предотвращения, да, вот просто там вот организовать такой теракт, ну, наверное, можно там за месяц. Да, вот чтобы создать систему предотвращения терактов, систему, не знаю, внедрения агентов, получения информации, обработки и так далее, для любой большой страны, не знаю, может, несколько лет понадобится. Да, поэтому здесь соотношение затрат и результата, конечно, оно, к сожалению, в пользу террористов. Да, вот мы живем в таком веке. Да, я хотел бы сообщение еще на ленту поступает, добавить, значит, сообщает бельгийское телевидение, что сейчас проходят обыски в домах в Брюсселе, эти обыски связаны с расследованием терактов в аэропорту и метро. Ну, вот смотрите, с другой стороны, вот у нас были эти скандалы с прослушкой, с подключением к сетям, ну, то, что Сноуден разоблачил, и получается, что это все неэффективно, что ли? Яков, понимаете, вот спецслужбы, они же во всем мире работают примерно одинаково, да, они не очень любят отчитываться о своей работе, а когда случаются какие-нибудь, ну, нельзя назвать, что это провал, да, и опять я вот, там, неудачи или какие-то теракты, они говорят, а у нас не хватает полномочий. Да, вот, собственно говоря, там, если посмотреть, что, ну, там, на наши спецслужбы, особенно ФСБ, там вообще, не знаю, запредельное хвостовство, да, там, и агентов у нас там тысячи ловится, и терактов у нас сотни предотвращаются, и, в общем, все как-то, у нас просто все замечательно. Да, ну, там и ФБР, и английская контр-атлетка, они все примерно одно и то же говорят, вот, мы там нашли, вот, мы там разоплачили, при этом не называя ни мест, ни имен, ни обстоятельств. Да, когда что-то случается, вы знаете, у нас не хватает полномочий, дайте нам еще. Или там посмотреть на историю российского ФСБ, там, за последние пять лет, ну, им столько полномочий уже отписали дополнительно, да. Ну, вот скажите, мы чувствуем себя после этого безопаснее? Нет, конечно. Да, поэтому, вот, так жизнь устроена. Но, с другой стороны, вот, смогли же поймать организаторов терактов в Париже, благодаря тому, что прослушивали телефон и перехватили телефонный разговор. То есть, это же работает? Ир, это работает вот на стадии после, и, слава богу, да, что в Париже это случилось достаточно быстро, да, и, по крайней мере, вот эта тема, как неотвратимость наказания, она, ну, работает и демонстрируется всем. Да, и вот, видите, вот мы сейчас слышим, там, прошло, сколько там, четыре часа, и в Брюсселе уже проводятся обыски, ну, по крайней мере, подозреваемые какие-то есть. И двое задержанных. И двое задержанных. Ну, то есть, это означает, что вот система сбора информации, обработки информации, получения информации, она, ну, работает, да. Вспомните, у нас, там, от убийства Бориса Немцова у Кремля, там, до того момента, как арестовали подозреваемых, прошло больше недели. Да, ну, вот она эффективность службы, да. То есть, опять, возвращаясь там к нашей истории, ну, говорят, что Владимиру Путину на третий день доложили, да. Ну, значит, в принципе, вот все эти технические системы, технические системы слежения, они работают. Но я бы сказал так, это уже, вот эти системы слежения, они постфактум, да. То есть, они позволяют отследить, что было, вот, непосредственно перед этим и выявить этих людей. Да, но это совершенно не то же самое, что прослушивание телефонов и, как сказать, предупреждающий их арест этих людей, да. Ну, вот это немножко, к сожалению, разные вещи. Ну, слава Богу, что хотя бы одна часть работает. Ну, вот ФСБ же периодически отчитывается о том, что они предотвратили в этом году какое-то количество терактов. Но можно же поверить в эти цифры хоть как-то, что они действительно предотвратили какое-то количество терактов? Мы не говорим, какими средствами. Вот мы не знаем, наверное, не узнаем никогда. Ир, поверить можно, а вы поставьте у себя опрос. Вы считаете, что вот после этих докладов ФСБ жизнь в России стала безопаснее или не считаете? Это разные вещи. Нет, нет, Ир, Ир, это вопрос доверия. Это вопрос доверия, да, и вот это... Мы действительно этого не можем проверить, да, и действительно там никогда, там редко когда спецслужбы, не будем боять никогда, но крайне редко спецслужбы раздают информацию, раскрывают все, что они знают. Да, но вот, извините, к нашему ФСБ, которая там арестовывает Надежду Савченко в Воронеже и на суде выступает с такими свидетельскими показаниями, вот доверие другое, да, и там сколько бы они ни говорили, да хоть 10 тысяч терактов они в день расследуют, да, там, все равно как-то доверия к ним нету. Да, поэтому, вот что, как это, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Да, вот ощущение безопасности, оно либо есть, либо нет. Доверие к государству, оно либо есть, либо нет. И словами его не прикроешь. Ну, а Надежды Савченко мы еще тоже поговорим, чуть попозже. У меня тоже волнует один вопрос. Вот в связи с тем, что произошло в Париже осенью, то, что сейчас произошло в Бельгии, вообще стоит ли ожидать каких-то ужесточений правил перемещения в Европе, каких-то ужесточений вообще правил поведения в общественных местах? Яков, я не думаю, что мы сможем ожидать ужесточения перемещения в Европе, но потому что это, по большому счету, там, вот ужесточение на дно, да, шенгенская зона работает или не работает. Вот безвизовый проезд из одной части, из одной страны Европейского Союза в другую страну Европейского Союза, он возможен или невозможен. И здесь, ну, насколько я понимаю, все-таки позиция европейских стран состоит в том, чтобы не отказываться. Это слишком завоевание важное для Европы, слишком оно основополагающее для социальной жизни, для политической жизни, для экономики. Вот, и поэтому я не думаю, что вот после такого теракта власти Европы, европейские страны пойдут на развал еврозоны. Да, ведь на самом деле, ведь вот, если так говорить, да, то все эти теракты, они направлены, там, на устрашение граждан. Да, они направлены на то, чтобы, там, в панике принимались какие-то решения ошибочные, которые бы разрушали вот ту жизнь, тот мир, который существует. Ну, в данном случае мы говорим о Европе, о Бельгии. Ну, если мы продолжаем о безопасности говорить, и, например, по предотвращению терактов, и об ужесточениях, но уже в России, вот, когда все обсуждали историю, что Госдума рассмотрит поправки, которые бы разрешили полиции стрелять у беременных женщин и подростков, то очень много было возмущения. Но при этом, когда мы вспоминаем историю с вот этой сумасшедшей женщиной, которая убила маленькую девочку, стояла около метра, выкрикивала там какие-то слова, там, я ваша смерть и так далее, все возмутились, почему полиция не действовала и ничего не могла сделать. Ну, вот им не разрешают. Так нужно же, нужно разрешить полицейским, вот, в случае чего, стрелять, что называется, на поражение. Ир, мы, по-моему, тему про госпожу Бакулу уже обсуждали, да, и претензии не в том, что полиция ничего не делала и полиция не стреляла, а дело в том, что там полиция, которая начала заниматься этой проблемой, приехала через час. Ну, не через час, нет, там минуту два. Они начали, ну, больше, они начали заниматься этой проблемой слишком поздно, да, вот, и я свою точку зрения относительно стрелять или не стрелять, а в том конкретном случае я тоже говорил, и, собственно, она у меня не изменилась. Вот, стрелять нужно в тот момент, когда действия, там, преступника угрожают другим людям, которые находятся вокруг, да, вот, и тогда, когда у полицейского, у представителя власти, закона, у него есть основания подозревать, что вот сейчас случится что-то непоправимо, тогда он должен стрелять. Во всех других случаях он должен стараться брать преступника живым, чтобы понять, это одиночка, это фанатика одиночка, это сумасшедший, или это, там, широко организованно разветвленный заговор, впоследствии которого, там, не знаю, там, сеть по всей стране, да, поэтому вот сказать, что однозначно стрелять или не стрелять, это все зависит от ситуации, и, знаете, вот стрельба, это, ну, самое последнее и самое малоэффективное действие полиции. Мы будем периодически прерываться на новости, которые приходят из Бельгии, чтобы мы могли... Да, есть опять сообщение о том, что число погибших выросло до 34, 20 были убиты в метро при взрыве на станции Маальбек, и 14 погибли от двух взрывов в аэропорту. Об этом сообщает Рейтер сейчас, молния, и кроме того, сообщение Реановости сообщает, что проводится эвакуация Южной башни в Брюсселе, это самый высокий небоскреб Бельгии. Напомню также, что эвакуировали короля с королевой, они покинули Бельгию из-за угрозы туристической атаки и продолжения ее. Ну, очень многие сегодня сравнивали, кстати, то, что произошло в Брюсселе с тем, что остановились поезда, остановилось метро, остановился транспорт, не летают самолеты с тем, что произошло 11 сентября США. Ну, опять, было бы странно, если бы аэропорт, в котором произошел взрыв, где погибли десятки людей, вот он функционировал бы как ни в чем не бывало. Если действительно он останавливается. И действительно есть, ну, как сказать, в транспортной инфраструктуре, в данном случае мы говорим о ней, есть какие-то ключевые элементы терактных, в которых он может иметь далеко идущие последствия. Поэтому мне там понятно решение остановить движение скоростных поездов, да, вот там, эхо, которое ходит в Европе. Потому что понятно, что, не знаю, взрыв в тоннеле под Ла-Маншем, мы можем иметь катастрофические последствия. Да, поэтому, ну, как вот, ну, должны как-то реагировать, Опять вот этот вопрос, это взрыв-одиночка, да, или это будет серия? И вот на этот вопрос, там, судорожно сейчас, я думаю, спецслужбы, там, Бельгия, спецслужбы Евросоюза пытаются ответить. Но это уже не одиночка, да? То есть, это уже серия. И, вот, ну, хорошо, там, два это куча или много, да, ну, вот будут ли еще? Это только Брюссель или ждать что-то в других городах Европы? И это вот тот вопрос, на который срочно нужно отвечать. А пока ты не ответил на этот вопрос, ну, как это, мы говорим, да, всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, мы будем периодически возвращаться к новостям по Брюсселю и рассказывать, о чем сообщают срочные новости. Хотелось бы спросить, теперь перейти к теме, вот прямо сейчас в Донецком суде Ростовской области продолжается оглашение приговора Надежды Савченко, мы ждем. Мы уже знаем, что сейчас суд отказался признать иммунитет Савченко как депутат Верховной Рады, это буквально несколько минут назад. Но зато суд снял с нее обвинение в расстреле мирных жителей. И отказался признать депутат Верховной Рады, депутатский иммунитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Ну, в общем, сейчас уже практически финишная черта, финишная часть, что называется, приговора. Возможно, мы даже в процессе передачи услышим и сроки. Мы будем летать, да. Ну, вот у меня такой вопрос сразу же. На прошлой неделе появлялись сообщения о том, что, ну, по крайней мере, Украина просит Евросоюз об этом. И, кстати, по-моему, даже в США не исключали о том, что санкции против людей, причастных к делу Савченко могут ввести, по крайней мере, Евросоюз. Насколько вообще, на ваш взгляд, это реальная ситуация, что введут санкции по делу Савченко? Яков, я думаю, что вот то, что происходит с делом Савченко, это абсолютно вопиющее поведение российских властей. И реакция Запада, она, конечно, последует. Ну, собственно говоря, вот уже такая предварительная реакция последована, да, когда вот там все американские высшие чиновники, включая президента Обама, высказали свою точку зрения. И мы, наверное, можем догадываться о том, что это будет. Есть печально известный список Магнитского, да, ну и, собственно говоря, вот поведение людей, которые вот в этом потенциальном списке Савченко, который передал президент Порошенко, но оно мало чем отличается от тех людей, которые в списке Магнитского. Ну, только тем, что Надежда живая, а Сергей Магнитский умер. Но, по большому счету, я не удивлюсь, что вот свой очередной доклад и предложение о расширении списка американских госдеп включит кого-то или каких-то людей из списка Порошенко, из списка Савченко. И, собственно говоря, тут тоже понятно, да, вот есть решение американского Конгресса, что госдеп должен каждый год такие преддавать доклады об исполнении, о том, есть ли новые нарушения. Ну, и там вот очень хорошо, там большое количество наших прокуроров, следователей, ФСБшников, оперработников, которые в этом деле замешаны, ну, такого среднего, низкого уровня. Вот, там можно этот список Магнитского раза в три расширить. Ну, вот сказать, что это как-то повлияет всерьез, нет, это будет такой символический жест, потому что, ну, я не думаю, что, вот там, скажем, российский президент будет в этом списке. Да, вряд ли. То есть это справедливо, если ведут санкции против каких-то чиновников и людей из России за дело Савченко? Ир, это не вопрос справедливости, именно справедливости. Это вопрос, вот, Мария Захарова высказала свое отношение к тому, что случилось в Брюсселе, к той политике, которую проводят там европейские власти или, не знаю, там, западные страны. А санкции против российских, ну, давайте говорить, вот, те, которые были введены по делу Магнитского, список Магнитского, да, это отношение, это отношение, в данном случае, американской власти к тем людям, которые велись таким или иным образом. Это не вопрос справедливый или несправедливый. Со стороны американских властей это справедливо. Со стороны российских властей или людей, которые попали в этот список, это несправедливо. Да, потому что российские власти считают, наша страна делаем, что хотим. Люди, которые попали в список, говорят, нам дали приказ, мы исполняем. В чем моя вина? Вы включите всех, кто мне давал приказ, тогда это будет справедливо. Поэтому это не точно совершенно не вопрос справедливости или несправедливости. Это вопрос оценки. Вот так оценивают. Считают, что это не имеет никакого отношения ни к правосудию, ни к правам человека, ни к здравому смыслу. Я все-таки сейчас опять же поправлюсь. Просто у наших слушателей, возможно, возникнет ложное впечатление, что Мария Захарова, имя которой мы упоминаем уже второй раз в этом эфире, сказала только то про двойные стандарты. Нет. Конечно, все эти высказывания политиков, включая Мария Захарова, это высказывания, которые начинались со слов соболезнования. И Мария Захарова тоже говорила о словах соболезнования и солидарности. Но мы просто говорим в том числе и о таких цитатах, которые сказали наши чиновники. Ир, слушайте, не надо ее защищать. Вот, знаете, эта фраза... Это та ложка дегтя, которую бочка меда известно во что превращает. И достаточно одной ложки дегтя. Вот не нужна бочка дегтя. Да-то, конечно, там есть бочка меда. Конечно, там есть много правильных фраз и слов, сказанных в том числе и президентом Путиным. Но есть ложка дегтя. Есть она? Есть. Еще раз, Сергей, послушайте. Давайте будем справедливы, да? Нет, давайте будем справедливы. Мы не обсуждаем бочку меда. Мы не обсуждаем бочку меда. Мы обсуждаем бочку дегтя. Мы должны знать, что она существует. Нет, мы знаем. Президент Путин выразил соболезнования. Мэр Собянин выразил соболезнования. Вот вы еще сказали, что и Мария Захарова выразила соболезнования. Это все бочка меда. Но есть ложка дегтя, которая подсунула туда осознанно. Я вам больше скажу, Сергей, что эта ложка дегтя не одна. Там не только Мария Захарова выступила в этом ключе, там еще несколько политиков, которые высказались там. Например, представитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков написал, что пока Столтенберг себя не помнит, сражается с мнимой российской угрозой, размещает воска в Латвии, у него под носом в Брюсселе взрывают людей. Ну, это я тоже читал. Вот господин Пушков, он, знаете, у нас как это, он кошка, которая гуляет сама по себе. От него ничего не зависит. Он не такой неуловимый джой, независимый, от которого ничего не зависит. А Мария Захарова официальный представитель. Вот если бы она была просто директором департамента МИДа, не была бы официальным пресс-сектором МИДа, то к ней можно было бы относиться совершенно по-другому. А это точка зрения российского МИДа, российского Министерства иностранных дел. Это то, что мы доносим всему миру. Официальная позиция. Вот ТАСС уполномочен заявить. Вот это и есть та ложка дегтя, которую мы официально всему миру всунули. Нате, подавитесь. Поэтому это надо обсуждать. Причем есть там слова соболезнования. Это, конечно, слова соболезнования. Все правильно сказали. Слова соболезнования. Но зачем-то осознанно российский МИД засунул эту ложку дегтя. Вот. Извините. Нет, никакое. Я не спорю с вами, Сергей, совершенно. Я была одна из тех людей, которые страшно возмутились тем, что наши официальные представители, люди, которые говорят от имени государства, не смогли сдержаться. Именно сегодня не ограничивались просто словами соболезнования и солидарности. Я просто говорю о том, что были и другие слова, которые я не могу не сказать в эфире радиостанциях Москвы, которая говорит, в общем, и то, и другое, и третье. Вот тут уж извините. Мы продолжаем. Я напомню, что это персонально ваш сегодня. Это экономист Сергей Алексашенко. Мы продолжаем говорить про судебный процесс по Надежде Савченко. Есть еще у меня, кстати, одно возражение, которое касается возможного введения санкций. Я сейчас начну. И надеюсь, что мы продолжим после новостей середины часа. Помните, да, что когда ввели список Магнитского, наша сторона ответила запретом на становление американцами российских сирот. Когда ввели санкции за Крым и, соответственно, Донбасс, ответили продовольственным эмбарго. Я, как житель России, как гражданин России, боюсь, что теперь на санкции по списку Надежды Савченко Москва на это ответит еще больнее. Больнее в том плане, что он ударит по мне. Но прежде чем с Вивой ответить, у нас сейчас будут новости. Вот после новостей, после рекламы мы тогда вернемся к персонально вашей и послушаем ваше мнение по поводу возможного ответа. Я напомню нашим слушателям, что вопросы вы можете присылать на номер 7-985-970-4545, аккаунт вызванный, если вы пишете из Твиттера. И обращаю ваше внимание, что крики и лозунги мы от вас не читаем, а читаем вопросы, которые у вас мнение и ответы Сергея Алексашенко, которые вас интересуют. ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ 15 часов 35 минут в столице, продолжается дневной разворот, и Яков Широков, Ирина Воробьева и наш постоянный гость в рубрике ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ, экономист Сергей Алексашенко. Ну, я еще одну срочную новость дам. Алиби Надежды Савченко в ходе судебного процесса не доказано. Об этом следует из приговора, который сейчас читает судья Леонид Степаненко в Донецком городском суде Ростовской области. Сергей, ну вот вопрос. На каждую санкцию Москва отвечала контрсанкциями. Почти всегда это било по какой-то части населения, если не по всем. Вот меня, как гражданина России, жителя России, меня немножко смущает, или я даже опасаюсь того, что нас... Значит, чем мы еще можем ответить? Нет, я не хочу подсказывать правительству. Вот реальность контрсанкции и реальность того, что Москва ответит очередной какой-нибудь больной инициативой, больной в том плане, что ударит больно по населению. Больной. Больной. Больной инициативой. Спасибо большое. Вот, на самом деле, радиоведущий Сергей Никасашенко, он понимает, как... Да я сижу, жду, так послушаю, что там больно. Да, да, что мы тут... Да. Яков, вот смотрите, вопрос, знаете, там известная загадка, что первично, курица или яйцо? А вот в данном случае, что у нас первично? У нас все-таки вот первично санкции или некие действия российских властей? И что вам не нравится больше? Вот. Я уже говорил, да, что, на мой взгляд, санкции – это вот оценка. Санкции – это оценка того, что происходит. Санкции – это оценка того, что делает... Оценка другими странами того, что делают российские власти. Да, и по большому счету они... Ну, вот в данном случае мы говорим о списке Магнистского, они абсолютно точечные. Да. Ну, то есть, вот там 12 человек в этом списке по итогам включены. Даже там официально до сих пор непонятно кто. Да. А российская... Логика российских властей – она другая. Если там ты слабый, ты бьют. Там, если тебя ударили по левой щеке, то нужно не подставлять права, нужно дать сдачи. Вообще, если ударишь первым, то не ошибешься. Да. И вот такая логика – это даже не мести, а такой вот драки в подворотне – она приводит к тому, что страдают граждане. Да. Потому что вот наказать, там, скажем, американские власти, американских следователей, американских прокуроров, там, сотрудников ФБР – ну, вроде как, не за что. Да. Вот, знаете как, нет никаких оснований. А вот такую вот широкую ковровую бомбардировку развернуть, ну, в результате которой будут страдать российские граждане, ну, что ж поделаешь, лес рубят, щепки летят. Это известная позиция еще, в общем, Юсик Сталин в ходе репрессий озвучил. Поэтому, в общем, опять ничего не меняется. Да. Вот я хочу понять, а вам не нравится что? Вам не нравятся вот санкции, введенные против российских силовиков, которые убили Сергея Макницкого? То есть вы их поддерживаете? Нет. Санкции вроде как нормально. Тогда что вам не нравится? Вам не нравятся российские силовики, которые убили Сергея Макницкого? Ну, так выразите свою точку зрения. Да, ведь получается, вот как-то не нравится что? Не нравятся российские власти. У вас будет возможность в сентябре пойти проголосовать. Ой. Что? Ой. Сейчас мой. Ир, у вас не будет возможности в ноябре пойти проголосовать на американских выборах. У меня тоже. Да? Потому что вот поменять там американского президента мы с вами не в состоянии изменить... Вот если получается, что вот смотрите, нам не нравятся российские силовики, которые убили Сергея Макницкого, нам не нравятся те контрсанкции, которые ввели российские власти в ответ на список Макницкого, ну так у нас претензии к российским властям, правда? Ну так, об этом... А что тогда? Ну, есть ли вероятность того, что они ответят какими-то новыми инициативами? Да, конечно. Я считаю, что практически стопроцентная. Ну, потому что у них голова так устроена. У них голова так устроена, что обязательно нужно ответить. Что если ты не ответил, значит, ты признал свое поражение. Ну, а вот в чем они ответят? В экономике или все-таки в какой-то, ну, скажем, другой области? Слушайте, вы правильно хотите, чтобы я им подсказывал? Нет. Я думаю, что не в экономике, потому что все, что они могут сделать в экономике, это перекрыть нефтегазовые трубы, которые идут в Европу. Но самим хуже будет. Да, это назло манки, отморожу уши. А вот в какой-нибудь другой сфере, о которой, как вы правильно говорите, рикошетом или основным ударом придется по российскому обществу, по российскому населению, да, конечно. Они что-то такое придумают обязательно. Ну, вот, хорошо. Я сейчас, кстати говоря, вот все то, что я сейчас буду говорить, это не про отдела Надежды Савченко, потому что Надежда Савченко и гражданка другой страны. И это все-таки международная история, на мой взгляд. Но вот если мы берем все остальные... Нет, нет, это российская история. Ну, в том числе. Нет, но это и международная история сегодня тоже. Здесь нет ничего международного. Почему? Она гражданка с другой страны. Здравствуйте. Которую российские силовики выкрали с территории другой страны. Да, выкрали физически. Перевезли через границу, не имея на это никаких документов. Которые лже свидетельствовали в суде. Чего здесь международного? Чего в этой истории... Просто, еще раз говорю, просто то, что это человек, который является гражданином другой страны. Это как минимум повод для того, чтобы международное сообщество обратило внимание на эту историю. Она не внутри российская. Я исключительно к этому говорю. Нет. Я просто к тому, что... Вообще, я про другое хотела сказать. Хотела сказать, что вам не кажется, что вот эта фаза холодной войны, так называемая, ну, грубо я сейчас, конечно, это называю, но тем не менее, обмен санкциями, контрсанкциями и так далее, и так далее, что она как-то заходит уже в какую-то, ну, плохую стадию. Я сейчас не говорю о том, что Россия права или Россия не права или там Запад прав, Запад не прав. А в общем и целом, ну, так вот, если посмотреть на картину, но она какая-то очень нехорошая, эта картина. Кто должен остановиться и в чем должен остановиться, чтобы это все прекратилось как-то? Ну, или, по крайней мере, откатилось на какие-то позиции назад. Потому что, ну, мне, конечно, не нравится ни санкции, ни контрсанкции. Я все-таки живу в России. И мне, да, мне не нравится, что делают российские власти во многих вещах. И да, я, конечно, в ужасе точно даже как и все по поводу дела Магнитского. Но если мы в целом посмотрим на картину, как-то уже совсем плохо становится. Ир, ну, вот смотрите, во-первых, надо начинать всегда там, что первично, курица и лицо, да, что послужило началом дела Магнитского. Под началом дела Магнитского послужило убийство там российского и американского гражданина в российской тюрьме. Да. И, собственно говоря, вопрос там, когда эти санкции прекратятся, ну, ровно тогда, когда прекратятся эти убийства. Ровно тогда, Когда российские правоохранительные органы будут защищать право, охранять закон. Не преследовать какие-то политические цели. Это первое. Второе. У меня полное ощущение того, что Запад, в широком смысле Европа и Америка, они точно не хотят расширения санкций. Вот никакого желания. Но посмотрите, ведь на самом деле уже практически полтора года украинские санкции, связанные с событиями в Донбассе, они никак не расширяются. Три человека включили, уточнили список компаний, включили дочерние компании российских банков и Ростеха. Но это не расширение санкций. И чего бы там российские войска не вытворяли, там было взятие Дебальцева, было еще много режимов, минские соглашения не выполняются, вооружения не выводятся, войска не выводятся. И все равно ничего не делает Запад. Вот Запад не хочет вводить санкции. Как раз в этом отношении, мне кажется, что обвинять Запад, что он кровь из носу хочет ввести санкции, поставить Россию обратно на колени, или что-нибудь еще с ней такое сделать, мишки кокси вырвать, ну, не малейшего желания у Запада. Вообще Запад, у меня ощущение, что вот если бы сейчас Россия отгородилась железобетонной стеной, и никакие информационные потоки России на Запад не проходили, было бы замечательно. Вот мечта бы сбылась. Ну, вообще от вас ничего не зависит. Сидите за своим забором и делайте, что хотите. Но на несчастье Запада российские власти постоянно создают какие-то новые информационные поводы и события, которые не могут не заставить западных политиков отреагировать. Вы правильно сказали, что дело Савченко, вообще-то говоря, ну, как это, и ты прав, и я прав, да? Вот дело Савченко абсолютно российское. Это абсолютно вот, ну, такое беззаконие, не знаю, в квадрате, в кубе, не знаю, в какой степени. Да, то, что вытворяют российские силовики, российские судьи. Но на их несчастье, с другой стороны, оказался депутат Верховного парламента Украины, депутат Европейского парламента. И это делает историю международной. Помимо того, что надежда гражданка Украины. И вот такое вопиющее пренебрежение закона, наплевательское отношение к закону вообще, по сути, оно не может оставить западных политиков безмолвными. Они должны на это как-то отреагировать. То есть, вот российские власти, знаете, как быка дразнят красной тряпкой, да? Или там у льва перед носом чем-нибудь размахивают. Ну, типа вот, а так отреагируешь, а вот так отреагируешь. На Сенцова, а-а-а, на Сенцова не отреагируешь, ну, какие хороши. А на Дадина, и на Дадина не отреагируешь. Ой, какой молодец. А ну-ка, вот мы сейчас Савченко у тебя перед носом потрясем. На это как-то отреагируешь? Да? Ну, вот же о чем идет. То есть, кто хочет эту холодную войну? Мне кажется, вообще речь не о холодной войне, а абсолютно о таком вот извращенном восприятии современного мира, о извращенном восприятии того, как строятся международные отношения, с какой целью страны между собой общаются, да? Чего они хотят добиться? Да, ну, точно совершенно это не холодная война, не взаимный объедин с акциями. Ну, надо сказать, что искаженное какое-то понимание, что происходит, есть со всех сторон, да? То есть, вот если бы вы сейчас видели, как возмущаются наши слушатели, когда я вообще смею с вами спорить, Сергей, если бы видели количество эпитетов, которые сейчас сыпятся в мадресе, я лишь говорю о том, что, в общем, неадекватность и отсутствие критического мышления с обеих сторон, я не буду говорить, с какой стороны больше, но оно с обеих сторон есть. Со стороны Украины есть, со стороны России есть, и там пропаганда, и здесь пропаганда, и на Западе пропаганда, и в Америке тоже пропаганда. Вот это вот такая массовая история, когда люди просто со всех сторон охвачены вот этой вот пропагандой, каждый в свою сторону. Вот, даже не говорю, кто из них больше. Ир, ну, вот прослушать или не будем, оставим это все на их совести, я, в общем, сам читаю ленту, и там в свой адрес тоже встречаю много интересного. Вот, ну, знаете, люди разные, у них есть, вот, как это, и пистолет, как это, графоманство. Людям хочется выразить свою точку зрения, какой бы она ни была. Вот, насчет пропаганды, давайте все-таки, как это, введем определение. Вот, в моем понимании, пропаганда – это использование каналов распространения информации для распространения дезинформации. Да, то есть, это распространение неадекватной картины мира. Ну, грубо говоря, вот по советскому, по российскому, извините, оговорился, телевизору, начинает, ну, да, потому что мало чем отличается. На самом деле, советское, оно было более культурным и более таким, как, в рамках приличия. Чернуши не было. Ну, да, в рамках приличия. Вот, по российскому телевидению начинают там все время говорить, что дважды два, пять, дважды два, пять, дважды два, пять, земля стоит на трех китах, земля стоит на трех китах. И вот, как вы думаете, если через пару лет, там, через два месяца провести опрос российского общественного мнения и спросить, дважды два – это четыре или пять, стоит земля на трех китах или на трех черепахах? Что ответят российские телезрители? Ну, конечно, они ответят, что дважды два, пять, и там, земля стоит на трех китах. Это и есть пропаганда, когда распространяется лживая информация или дезинформация. Вот в этом отношении в Америке нет пропаганды. Да, вот государство не занимается распространением лживой информации. То есть, они могут не всю информацию раскрывать, они могут там раскрывать какую-то информацию, исходя из своих интересов. Это правда. Но государство не может себе позволить распространять дезинформацию, потому что его тут же сожрут, а его тут же растопчут. Потому что все журналисты, которые существуют, они же это мгновенно находят. Это на первой же пресс-конференции, а политика, или там министра, или чиновника, который позволит себе такое, об него просто как тузик грелку порвут. Поэтому говорить, что и там пропаганда, и здесь пропаганда, нет, неправда. Я опять, я много раз, по-моему, уже на эту тему говорил, я повторю, интерес к России вообще, к тому, что происходит в нашей стране, падает со страшной силой на Западе. И уровень дискуссии относительно того, что происходит в России, падает, и интерес падает. И мероприятия становятся все более и более скучными. Ну, потому что вот все, Запад, вот в том виде, в каком он есть, я говорю больше про Вашингтон, потому что я здесь сижу, да, вот, я вижу, что ответ такой, слушайте, ну у вас же ничего не происходит, у вас ничего не меняется и не изменится в ближайшие годы. Ну, чего нам приедет там Иванов, Петров, Сидоров, будут рассказывать то же самое, что рассказывал Сидоров, Петров и Иванов. Да, неинтересно. Неинтересны вы нам. Вот поэтому это не пропаганда, это просто абсолютно падение интереса, падение уровня дискуссии, падение анализа того, что происходит в России. А в России идет пропаганда. А в России идет массированная пропаганда о промывании мозгов. Да, с тем, чтобы, не знаю, там, у нас вырастет поколение, не знаю, как Чингиз Айкмат писал, манкуртов, да, у людей, у которых вообще там другая жизнь в голове. И вот тогда там западные политики, там, через 10 лет, они скажут, ой, а что это за зомби выросли на одной восьмой части суши? Я все-таки немножко отвлекусь от дела Савченко, но вот тот разговор, который был в начале этого получаса, после половины, про то, что там не нравятся действия властей, у нас будет осень, вызвал большой отклик у наших слушателей. Тоже приходят сообщения. Ну, не верят люди, что эти выборы в Госдуму будут, ну, скажем так, говоря прямо честными. А вот... Яков, смотрите, у нас сейчас просто время заканчивается. Выборы честными не будут. Вот это сразу можно сказать, да? Потому что не будет равенства кандидатов в доступе к средствам массовой информации, то есть к общению с избирателями. Не будет равенства кандидатов в доступе к финансам. То есть, каким-то партиям можно будет получать деньги на выборы, а каким-то будет нельзя. Не будет равного доступа, не знаю, там, к наблюдениям за выбором и так далее. Вот этого всего не будет. А зачем призываются люди идти тогда туда? Ну, стоп, стоп. Я напомню, что выборы 2011 года в Думу тоже не были свободными, тоже не были справедливыми. И с огромными фальсификациями в подсчете голосов. Ну, сейчас, по крайней мере, такое общественное настроение есть, да? Ну, или как-то вот надежда, что таких массовых фальсификаций в подсчете голосов оформления бюллетеней не будет, что все-таки сдвигается что-то в ту сторону. Так вот, в декабре 2011 года за партию власти проголосовало меньше половины голосов избирателей по партийным спискам. 49.3 с учетом всех фальсификаций. С учетом всех фальсификаций. Поэтому не надо говорить, что от нас ничего не зависит. А список партий, который был в 2011 году, было 7 штук. Из которых 4 в парламенте, яблоко мы помним, а 2 какие еще, я думаю, что никто сейчас не вспомнит даже. Ну, кстати, я тоже не помню. Вот, конечно, было. Ну, может, вот Витяков, вам пятерка. Вот, а еще какая-нибудь, я не знаю, еще какая-нибудь партия. По-моему, гражданская, нет, гражданская сила еще нет. Гражданская платформа или правое дело, одни с твое, не могут быть двое. Я думаю, какая-нибудь, типа какого-нибудь Богданова, Демпартия, что-нибудь такое. Погнал тоже откололся. Хорошо, вот возвращаясь к этой теме, к теме выборов. Вот есть возможность высказать, да, понятно, что выборы по мандатным округам будут устроены таким образом, что там, скорее всего, там, в основном победят представители партии власти. Извините, есть партийный список. Это и есть единый избирательный округ по всей России. И есть возможность высказать свое мнение. А граждане вот в стране, где есть какая-то, не знаю, там, представительная демократия в любом зачаточной форме, у них нет другого выбора. Вот идти голосовать, альтернативой не идти, не голосовать. Да, ведь вот выбор, ну, там, третья альтернатива делать революцию, ну, я к ней не призываю, да, и я сильно сомневаюсь, что в российском обществе есть вообще силы какие-то такие энергичные, которые готовы выйти с протестом. Как это там, не знаю, даже с мирным протестом, как это было там на Киевском Майдане в конце 13-го, начале 14-го года. Да, вот нету этого. Поэтому, извините, или сидите, слушайте и говорите, а мы ничего не можем сделать. Да, или идите, голосуйте. И вы его соседа поднимаете, пусть он идет голосовать. Своих родственников поднимаете, пусть они тоже идут голосовать. Потому что практика показывает, что чем выше явка, тем меньше результат партии власти. Вот и все. Седьмая, кстати, партия была Патриот России, я вспомню. Вот. А, я не подсматривал. Я вот так, например, в Google подсказал. Нет, я не подсматривал. Я хочу только спросить, а зачем тогда они меняют главу Центра избиркома сейчас, за полгода до выборов? Яков-то подошел срок. Ну, просто господин Чуров, сколько он, много лет, там, 8 лет, наверное, сидел на своем месте, да, и вот так получилось, что нужно менять, там, или его переназначать. Я не знаю, там, по закону можно его еще раз было назначить или нет. Ну, просто, ну, Владимир Путин по каким-то своим соображениям, да, может быть, слишком много негативных эмоций. Вот, может быть, знаете, как товарищ переусердствовал, да, и создал проблемы. Ну, в конечном итоге, ведь на его совести, да, нашего волшебника, значит, в значительной мере вот те протестные, та протестная волна, которая колыхнулась в конце 11-го года. Ведь вот он ее в значительной мере создал, да, и Владимир Путин, там, не может этого не понимать. И поэтому, может быть, это вот такое, знаете, как отсроченное наказание, да. Просто Владимир Путин никогда не наказывает чиновников за ошибки немедленно, да, но когда приходит время его переназначать, выясняется, что он не переназначается, и все. Там отправляется, не знаю, там, или на пенсию, или куда-нибудь еще. Мы посмотрим, и до сих пор еще не знаем, да, где потом будет испанчуров после этого. Да, пока не знаем. Но мы будем следить за судьбой. Да. Он еще является руководителем Сибиркома. Да, там формально все еще не решено со всех сторон, и мы поэтому ждем, ну и будем следить за судьбой волшебника, конечно. А с вами, уважаемый экономист Сергей Алексашенко, который у нас по скайпу в рубрике «Персональный ваш», мы услышимся ровно через неделю. Спасибо большое. До свидания. Персонально ваше.